Правительство, которое фактически просто пытается уменьшить свои расходы на пенсии и переложить эти расходы на плечи граждан или лишить части граждан возможности уйти на пенсию или получать заработанную пенсию. Что предлагает конкретно пенсионная реформа? Прежде всего, есть небольшая ложка меда в этой бочке дегтя. Это то, что из этих 10 миллионов пенсионеров больше половины, 60% в результате проведения этой реформы поднимут немного пенсии. По разным оценкам мы считали на 690 гривен в среднем. Правительство сегодня считает, оно там постоянно меняет этот законопроект по пенсионной реформе, но сегодня считает, что в среднем где-то на 300-370 гривен. Но этим людям, безусловно, пенсию поднимут. Остальным 40% пенсия уменьшится в результате пенсионной реформы, но правительство, поскольку не хочет ее уменьшать и не имеет права, оно будет доплачивать, ведет специальную доплату до уровня, который люди получают сегодня. То есть 40% по факту их пенсия по большому счету сегодня не поменяется. Если мы говорим об бочке дегтя, то ключевые, скажем так, моменты этой бочки дегтя состоят в том, что, во-первых, де-факто возрастает пенсионный возраст. Несмотря на то, что верхнюю планку пенсионного возраста не меняют, в то же время очень серьезно повышаются, в разы повышаются требования к пенсионному стажу. То есть к стажу, к времени, когда человек работал легально, главное, что делал отчисление в пенсионный фонд. Если сегодня человек, достигший 60 лет, может уйти на пенсию, и если он имеет хотя бы 15 лет стажа, то уже в 2018 году, с 1 января, для того, чтобы уйти на пенсию в 60 лет, надо будет иметь хотя бы 25 лет официального стажа и налогоотчислений, а в 2028 – 35 лет. Конечно, мы все принадлежим к поколению 90-х, к поколению слома индустрии, к поколению стремительного роста теневой экономики. Мы знаем, что и сегодня теневая экономика – это больше половины отечественной экономики, и большая часть украинцев в той или иной мере работает или работала нелегально, то есть не делала налоговых отчислений. Мы понимаем, что требования 35 лет к трудовому стажу, то есть фактически человеку с 25 лет до 60 лет надо работать непрерывно и только легально, и делать отчисления – это требования практически нереальны. Они реалистичны только, наверное, к людям, которые получают зарплату от государства. Возможно, учителя, врачи, военные, чиновники. Для всех остальных это требование абсолютно нереалистично. Это приведет к тому, что люди на самом деле потеряют возможность выходить на пенсию вовремя в 60 лет. Правительство честно об этом говорит, и оно говорит, что в 2018 году на пенсию выйдет 70% лиц, которые достигли 60 лет, то есть уже 30% не сможет выйти, а в 2028 – 55. То есть половина украинцев потеряет, по большому счету, возможность вовремя уйти на пенсию. Самый большой негатив, который сегодня, наверное, закреплен в этой пенсионной реформе для меня, как молодого человека, ну, относительно молодого, это то, что она абсолютно демотивирует украинцев платить легальные налоги и отчисления в пенсионный фонд прямо сейчас. Вот мы уже говорили о том, что надо будет иметь 35 лет трудового стажа, то есть 25 лет непрерывно работать, делать налоговые отчисления. Вот если в нашем институте мы посчитали, вот если с 25 лет, условно говоря, до 60 лет, работать непрерывно и делать отчисления не в бюджет, а откладывать эти деньги в банк или в банку складывать, то приблизительно за 40 лет трудового стажа, мы считали до 65 лет, потому что пенсионный возраст тоже будет расти, человек в банку сможет отложить 508 тысяч гривен. Причем если он будет эти деньги откладывать в банк, то есть на накопительный счет под 10% годовых в гривне, вот сегодня такие условия и существуют на рынке, то он сможет через 40 лет иметь на руках приблизительно 4 миллиона гривен. Но в то же время средний возраст жизни украинского мужчины на пенсии – это 3 года. Ну 3,7, некоторые оценки дают. Вот за эти 3 года на пенсии украинский мужчина минимально откладывая с минимальной зарплаты на пенсию и получая в итоге минимальную пенсию, сегодня это 1312 гривен, он сможет получить только 63 тысячи гривен. То есть даже не 508 тысячи гривен, а только 63 тысячи гривен, то есть немножко больше 10% того, что он заплатил государству, того, что он заплатил в пенсионный фонд. И это при том, что если он доживет еще до пенсии, значительная часть мужчин не доживает до пенсии. В женщин немножко статистика будет лучше, но все равно это несопоставимые, к сожалению, цифры, которые абсолютно демотивируют любого человека молодого сегодня совершать любые легальные отчисления в пенсионный фонд. Я уже мочу о том, что за 40 лет, которые еще пройдут, очевидно, что требования к пенсионному возрасту будут еще возрастать, и требования к пенсионному стажу могут быть еще возрасти. То есть это, в принципе, гонка, которую человек изначально, гонка с государством, которую человек изначально выиграть не может. Сити расчеты я вот в сентябре опубликую, мы их отметим премьер-министр и попросим дать ответ на вопрос, для чего, вот так толерантно скажем, для чего платить взносы в пенсионный фонд сегодня молодому украинскому мужчине, если мы ничего в ответ от государства не получим. Конечно, такая ситуация в конечном итоге приведет к еще большему росту рынка, киневого рынка труда, к еще большему сокращению доходов в пенсионный фонд и ухудшению ситуации в этой среде. Соответственно, это не реформа, это сегодня правительство пытается сократить издержки свои за счет пенсионеров 2018-2028 года, за счет людей, которые выйдут в этот период на пенсию. Но это не реформа. То есть настоящая реформа пенсионного законодательства, вообще пенсионная реформа должна начинаться с рынка труда, должна начинаться с детенизации рынка труда, с создания условий, при которых большинство украинцев, не 50%, а хотя бы 70-80% будут легально работать, легально платить доходы и, соответственно, наполнять бюджет пенсионного фонда. Но дело в том, что нелегальный рынок труда, или теневой рынок труда, и теневая экономика – это зона, где зарабатывают наши чиновники, где зарабатывают олигархи, которые спонсорируют наших чиновников. И им детенизировать этот рынок труда – это практически вытягивать деньги из своих карманов. Поэтому вот этой реформой пенсионной предлагается снова же-таки закрыть государственные причинные места за счет пенсионеров 2018-2028 годов и не решить в корне эту проблему, оставить эту проблему для политиков и для общества в следующих политических целях. Деньги, которые пенсионный фонд в принудительном порядке изымает из вашего кармана на протяжении 40 лет вашей трудовой деятельности в полном объеме не будут выплачены вам после выхода на пенсию, вам не будет предоставлен доступ к своим деньгам, как в банке. Вы не будете знать о количестве своих денег, внесенных за 40 лет в пенсионный фонд, и ваши деньги не будут переданы по наследству вашим детям и внукам после вашей смерти. Как это могло бы быть в цивилизационной стране, где люди откладывают себе на старость в банк под проценты, а не в пенсионный фонд, который будет раз в месяц выплачивать вам жалкие копейки в надежде на вашу скорую смерть, чтобы прибрать ваши деньги в пользу государства. Задайтесь вопросом, почему вы не знаете какую сумму своих денег вы уже внесли в пенсионный фонд, как со счетом в банке, и почему пенсионный фонд прекращает выплаты сразу после смерти, если человек умер на следующий день после выхода на пенсию, или не дожив до выхода на пенсию. И почему пенсионный фонд не передает ваши деньги по наследству вашим детям и внукам? Захотели бы вы положить, к примеру, свои деньги в банк, у которого условия, как у пенсионного фонда, если умер, ваши деньги становятся деньгами банка? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!